Копать или ждать, когда само оттает? Трехдневный снегапокалипсис задает новый тренд. Водители сегодня идут пешком или пересаживаются на автобусы и метро. Откапывать долго и холодно. А смысла-то нет? Ключи дома оставил и Ильгизар Вахитов. Решил, что проще и быстрее до работы не на машине, а на метро. Сегодня же коллапс, как бы неожиданно. И я думаю, что зачем толпу создавать на дороге и выбрал транспорт общественный. Вот как утром в соцсетях выглядели станции площадь Тукая и Кремлевская. Сотни казанцев в очереди, как в мавзолей. Так метель поменяла не только транспортные потоки. Возрос спрос на старые новые услуги. Такси стоят как новогодние, на буксир берут бесплатно. Только за утро Руслан Загидуллин помог троим. Поднохимиков на Беломорске особенно застревают. Вот такие большие грузы. И вот здесь, на базе. Сергей Давыдов рад техпомощи. Вторые сутки дальнобойщик пытается добраться до Татарстана. Метель всегда была на полшага впереди. С самой Москвы. А вот так сегодня снегопад аукнулся городу. В половину девятого утра казанцы в девятибальных пробках. То самое время, когда даже если тысячи казанцев опоздают на работу, то все по одной причине. Проблемы с движением как машин, так и общественного транспорта. За сутки в Казани аварии на трамвайных путях и укороченные автобусные маршруты. Надо сказать, что и снегопад. Это из разряда раз в сто лет, как уже говорят. Мощнейший снегопад. Я думаю, мы как можно быстрее причины простые, все эти устранимые. Будет ходить общественный транспорт, как прежде. Метель не по зубам ни одному виду транспорта. На время для всех закрыты ледовые переправы Оракчино, Верхний Услон, Зеленодольска, Нижние Визовые. Из Казани возвращают авиарейсы. Рейсы из Шарджи, Санкт-Петербурга и Москвы произвели посадку на запасных аэродромах. Были отменены рейсы в Франкфурт-на-Майне, Москву, Шереметьево и Домодедово. Ранее ночью был отменен рейс в Стамбул. Еще никогда пассажиры так часто не вглядывались в табло. Аэропорт отменил 11 авиавылетов. Утренние планы смещаются на вечер. Из-за непогоды все планы изменились. Сидеть, куковать, пить кофе. Да, и смотреть на погоду, изменение погоды. Не по воздуху и не по суше метель сказалась на движении по федеральным трассам. Машины с трудом добираются до М7. Запущен строгий контроль на въезд в Казань. Что сказалось даже на челнах, где метели нет, но пробки уже с утра. Гаи, они разворачиваются просто, и все, и ничего, без объяснений. Тех, кто оказался в дорожном коллапсе, МЧС просит переждать пургу в пунктах обогрева. На дорогах республики 163 кафе. В них укрыться от метели могут порядка 3000 человек. Все пострадавшие в чрезвычайной ситуации могут к нам обратиться за питанием, за обогревом. С утра в столице введем план Куран. На улице почти 400 единиц техники. Вывоз снега, расширение дорог для общественного транспорта сложно, но выполнимо, говорит город. Мы первоочередно чистим центральные дороги. Второе – это остановочные площадки для того, чтобы можно было сесть на общественный транспорт. Заезды во дворы, дворовые территории и заезды в внутриквартальные проезды. Последствия снегопада будут устранять до ночи. Привлекут еще 300 снегоуборочных машин. Так к ночной уборке их может стать свыше 600. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, Динара Камалова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань, Набережные Чулны. Редактор субтитров А.Семкин